В произвольной форме любой гражданин имеет право совершенно бесплатно обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателя в Челябинской области. Получив данное обращение, уполномоченный рассматривает его в течение трех дней и сразу же оперативно начинает работать. Миянский городской округ в плане работы по соблюдению прав граждан находится на хорошем уровне, добавил Антон Шарпилов. По словам омбудсмена, очень много обращений идет от людей, взявших кредиты и микрокредиты. Пенсионеры обращаются, если по каким-либо причинам неправильно начисляют пенсию. Поступает обращение и от людей с ограниченными возможностями. О работе аппарата также рассказала руководитель объединенного аппарата уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей Татьяна Осипова. Она уточнила, что в настоящее время уполномоченный по правам ребенка Челябинской области еще не назначен, но губернатор уже определил кандидатуру, которая будет назначена в декабре, Евгения Майорова. Татьяна Осипова отметила, что аппарат не приостанавливает свою деятельность. Она рассказала, с какими вопросами в основном обращаются к уполномоченному по правам ребенка. Основная проблема, когда родители не могут, что называется, поделить детей после развода. Такие проблемы первоочередные. Здесь мы используем такой момент, как медиация, услуги медиации. Профессиональный медиатор, юрист и психолог присутствуют на приговорном процессе до судебного урегулирования данной проблемы и помогают родителям решить данный вопрос в мирных условиях. В здании администрации Антон Шарпилов совместно с Татьяной Осиповой провели личный прием граждан и приняли вопросы МИАСов к рассмотрению. Кроме того, в многофункциональном центре организовали круглый стол, где люди с ограниченными возможностями смогли задать свои вопросы. Здесь же проинспектировали доступность не только попадания в здание, но и перемещения по нему, а также получения муниципальной услуги. Очень приятно видеть доступные объекты. Конечно, есть небольшие еще доработки, но, знаете, путь к совершенствам всегда должен быть и стремиться нужно к лучшему. Очень обрадовало то, что персонал встречает, персонал помогает, персонал сопровождает по объекту. Есть условия доступности. Это, конечно, приоритетное направление в работе многофункционального центра, так как для и этих граждан мы должны в первую очередь все-таки предоставить доступность государственных и муниципальных услуг. Ольга Гассельбах добавила, что доступная среда для маломобильных граждан реализуется с 2018 года. Все найденные в процессе встречи мелкие недочеты рассчитывают устранить в рамках благоустройства всей прилежащей к МФЦ территории в 2020 году. Продолжение следует...